Всем привет, друзья! С вами как Сидоромзи и добро пожаловать в Бравл Старс на сервер разработчиков. Это означает, что сегодня мы поговорим про первые сникпики после Бравл Толка. И сегодня у нас будет 4 темы для разговора. Это ремодель Ворона, которую вы уже видите у себя на экране, новое окружение и новые карты, смена баланса бравлеров и использование эмодзи в бою. Ребята, видос будет просто офигенным. И Ворон уже держит лайк, поэтому давайте все прямо сейчас за 3 секунды должны поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. А еще, друзья, очень важная информация. Если вы хотите принимать участие во всех конкурсах на моем канале или просто хотите меня поддержать, обязательно заходите в магазин и вводите код автора Робзи. Спасибо большое! И как раз залетает к нам Белый Ворон и тоже держит лайк. Вы только посмотрите на этот скинчик. Это просто офигенная ремодель. Вот эта повязка на правом глазу. Вот это золотой значок на спине. Золотая цепь, ребят. Теперь это реально офигенный скин, который правда стоит 80 гемасов. У него необычная атака, у него сменена анимация. Да, обычный ворон бросает у нас кинжалы, а белый ворон бросает у нас перья. Ребята, это просто пушечка. Я все это сегодня вам покажу. Все расскажу, а сейчас мы плавненько переходим к следующей теме разговора. Это эмодзи в бою. И вы можете даже одну эмоцию выбирать, любую, которую захотите. Ну, которую вы сможете выбить для себя. Смотрите, на выборе персонажей у нас есть 4 эмоции. Это счастье, это, получается, слезы, это злость и специальные эмоции. Не обращайте внимания на эмоцию Фрэнка. Это небольшой баг. Ее потом в игре не будет, поэтому не обращайте внимания. Итак, смотрите. Четвертая эмоция, которую выбираете, это ваша любимая эмоция, которую можете юзать в бою. Да, ребята, прямо в бою. Неважно, это ШД, захват кристаллов, это битва с боссом. Можете все это юзать. Просто каждые 10 секунд. Ну, я не думаю, что это повлияет на тимминг. И так у нас, и так, и так тиммятся, крутятся, вертятся. Поэтому это реально прикольная фишка. Теперь эмоции по-настоящему себя будут окупать. Потому что в чатике они были не так полезны. А вот в бою это реально офигенно. Выбираете любую эмоцию, ставите себе и потом используете. Ну и продолжая тему использования эмоций в бою, я специально сыграю одну катку. Причем за белого ворона, который вместо отравленных кинжалов бросает отравленные перья. Во-вторых, я буду сейчас играть на совершенно новой карте, которая появится только после обновления. И в-третьих, на этой карте уже используется новая механика. Это веревочные заборы, через которые можно стрелять, нельзя проходить, но можно разрушить так же, как и обычные стены. Итак, допустим, со мной кто-то хочет сейчас затимиться. Это вон тот леон внизу. А я не хочу с ним тимиться, я, допустим, злой. Я не буду с ним тимиться, я хочу убить. Я просто нажимаю эмоцию, выбираю злого себе вороненка и говорю, нет, дружище, я с тобой тимиться не буду, а буду с тобой сражаться. Тем более у меня сейчас будет 6 банок, у тебя всего лишь одна. Поэтому до свидания, пока, удачи. Кстати, держу в курсе, что эмоцию можно использовать 1 раз в 10 секунд. И если вы используете эмоцию в кустах, то ее никто не видит. Но только если кто-то к вам в упор подойдет, тогда да, он заметит вашу эмоцию в кустах. Поэтому используйте разумно, не слишком часто. Вот видите, вороненок показал, что он будет плачет. Он плачет, я не думал, что он прыгнет сейчас на 4-х баночного 8-бита. Но он, как говорится, покончил с собой. Говорит, я прыгаю, я расстроен, я все равно здесь проиграл. В общем, эмоции прикольная штука. Можно выбирать свои, как я видел, как я рассказывал. То есть выбираете 3 стандартных и одну какую-то уникальную. Ну, реально круто. Я думаю, что это будет популярная тема. Особенно первое время. Все будут бегать с эмоциями. Все будут показывать, что это вот так вот, вот так и сяк. Ну и пока Пайпер. Ребята, карточка закончена. Погнали к следующей теме. Ну и следующее, о чем я хотел бы с вами поговорить. Это новые карты и новое окружение. Пока что ничего такого вы не замечаете. Но если вы присмотритесь вот к этим картам. Смотрите. Скоростная закусочная. Здесь уже совершенно новое окружение. Я, в принципе, могу вам показать его. Но есть более куда интересные карты. Допустим, Скоростной обгон. Как видите, тоже совершенно новое окружение. Здесь у нас вместо травы деревья. И вместо заборов у нас стоит огромное здание. Переходим дальше. Переходим дальше. Видим с вами новые карты ШД. Какие именно? Давайте посмотрим. Вот эту. Это просто прикол. Это просто прикол от разработчиков. Это столкновение. Все вы знаете карту Штольня, да? То есть все знают вот эту Штольню карта. А эта Штольня наоборот. Причем здесь написано наоборот. Пещерная. Пещерная стычка. Если вы посмотрите на эту карту. Это Штольня. Только наоборот. В центре у нас свободно. А по краям у нас одни кусты. Мы сегодня затестим эту карту. Дальше у нас новая карта. Разборка у реки. Просто офигенная. Очень открытая карта. Я думаю, что многие мини-игр мы здесь будем делать. Дальше. Я не знаю. Призрачные тени. Была не была. Но скорее всего тоже этой карты у нас и не было. Дальше. Яичная Скарплупа. Тоже совершенно новая карта. Блуждающий огонек, ребята. Еще одна новенькая карта. Блин, как же это круто. Долина кого? Долина победителей. Этой карты тоже не было. Ребята, куча. Куча новых карт. Зеленое ущелье. Мы сегодня уже с вами смотрели. Была раньше карта 1000 озер. Теперь называется 2000 озер. Ее тоже переделали. Ну и еще одна карта называется схватка на арене. Также у нас новая карта ограбления. Видите, вот такая вот. Кстати, нет. Это не новая. Это просто, скажем так, с новым окружением. Дальше. Новое окружение. Награду за паинку. Это кремовый торт. Скрытая угроза. Тоже совершенно все новое. Кстати, давайте все-таки вам покажу одну карту. Допустим, пускай это будет кремовый торт. Выглядит она просто пушечно. Вы посмотрите. Вот эти вот деревья. Вот эти вот домики. Можно использовать их как прикрытие. Раньше вы прятались за камнями. Теперь вы реально прячетесь за домами. То есть где ты спрятался? Я спрятался за домиком. Кстати, я неудачного бравлера выбрал. Ну ладно. Пускай будет ворон так ворон. Потому что меня сейчас будут все убивать. Нет, 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 нет. Да, ребята, кстати, у мистер Пи будет по-другому работать его ульта. Я расскажу позже, когда мы будем говорить о балансе. Совершенно новый баланс бравлеров. Я об этом с вами еще поговорю. Но сейчас мы смотрим новенькую карту. Так, подожди, нужно как-то зафармить. Зафармим. Так, все, у меня есть три звездочки. Ну, мы пока побеждаем. Мы-ка побеждаем. Но боты будут сражаться, поэтому нужно набивать звезды дальше. Так, убиваем его усиление. А, он же не использует гаджет. Боты же не любят использовать гаджет. То есть телепортироваться он, кстати, не будет. Видите, видите, боты используют эмоции в бою. Увы, увы, пока что нет такой возможности здесь использовать эмоции в бою. В тренировке с ботами. Но у вас, ребята, такая возможность будет, как только выйдет обновление. То есть не волнуйтесь. Все это будет в игре. Все будет красиво. Все будет классно. Я думаю, в принципе, вы посмотрели это окружение. Я не знаю, нравится вам, не нравится. Мне кажется, реально офигенно. Так, я тут ворвался. Просто убил несколько человек. Но сейчас, друзья, посмотрим следующую карту. Которой реально стоит уделить внимание. Ну и вот она, друзья, новенькая карта. Это пещерное столкновение, которое даже написано задом наперед. Потому что это небольшой троллинг от разработчиков. Потому что штольня. Это та же штольня, только развернута в противоположном порядке. То есть вы понимаете, да? Ее взяли и повернули просто наоборот. Так, подожди. Здесь у нас булл. Ага, здесь у нас булл. Нужно подойти, в принципе, к нему в упор. Тихо, 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 тихо. Так. Нет, думаю, надо вынести. Хух. Вот это капец. Вот это я с ним разобрался. Я, кстати, не знаю, кто здесь будет рулить. Милики или дальники. То есть кто здесь будет круче. Понимаете? Просто дело в том, что если здесь милик подойдет к дальнику. То вот, допустим, как я только что с барли. То ему, в принципе, капец. Если нет, то будет все совершенно наоборот. Так, смотрите. Здесь начинается жесткий бой. Жесткий бой. Даже мне немного досталось. Но что мы делаем? Мы с вами делаем вот так вот. И забираем все плюс 2 баночки. Я думал, кстати, плюс 3 баночки. Но плюс 2 неплохо. То есть, смотрите, просто бегать. Ой, крысьюков здесь будет, ребята. Просто вагон и тележка. Минус 2 сразу. Ну, Шелли, как всегда, в своем репертуаре. То есть, видите, здесь Шелли у нас выступает в роли Крусюка. Но если дальник зайдет в центр, то, возможно, ближники даже не смогут к нему подобраться. Потому что в центре стоит у нас небольшое озеро кислотное, которое можно оббегать. Ну и дефаться по кругу. Интересно, где наш последний боец? Кстати, видите, я не могу использовать эмодзи здесь. Но, ребят, в настоящей игре можно будет использовать эмодзи. Это просто тренировка с ботами. Ну и следующая тема для обсуждения это изменение баланса бравлеров. Причем очень жесткое изменение восьми бравлеров. И первое это Гейл, которого коснулось три изменения. И первое это основная атака. Вы только посмотрите. Теперь он стреляет маленькими, но зато шестью шариками, которые наносят колоссальный урон. Посмотрите, если я попадаю вот так, 2240. А если все попадают шарики, 2700 урона. Камон, 2700. Теперь не попасть очень сложно. Да, кстати, здесь можно использовать эмоции прямо в бою. Здесь у нас показано. Вы прикиньте, какая атака стала жесткая. Все шарики. Ну, если не в 7 попасть, допустим, 1700. Допустим, 1300. Если попадают все, даже не все, 2240. А все 2700. Это просто жесть. Дальше. Гейл больше не отталкивает себя с ног при активации супера. То есть раньше вы отталкивали врага и себя. Но теперь Гейл остается на месте. Гейл больше не отскакивает. Это очень круто. Я не знаю, Гейл реально теперь имба. Я думаю, что его в дальнейшем пофиксят, но сейчас он стал имбой. И третье изменение. Это увеличение дальности супера отталкивания. Вы понимаете, как это жестко? То есть ему поменяли основную атаку. Сделали жесткой. Ему поменяли супер. Теперь он очень и очень жесткий бравлер. Посмотрите, как он фигачит. Просто атаками разваливает на ура. Ребята, это Гейл. Дальше будет еще интересней. Следующий бравлер это Нани. Я знал, что ее должны были пофиксить. Причем пофиксить в лучшую сторону. Это просто жесть. Теперь это такая имба. И мне кажется, что теперь нужно наоборот ее фиксить. Рассказываю почему. Во-первых, ей повысили жизни. С 2400 до 2600 на первом уровне. Но это все фигня. Вы посмотрите на ее атаку. Во-первых, дальность атаки. Вы помните? Раньше она стреляла в точку. Теперь смотрите, что с атакой. Она разлетается. Она бьет и дальше разлетается. То есть вы можете сделать вот так. Вот так вот делаете. И атака разлетается. Вы посмотрите. То есть вы даже не попали ни в кого. Но атака все равно попадает. Вы прикиньте? Вы посмотрите. Это просто жесть. Это такой чит. Я скажу сразу. Я тестил. У сейчас у Нани атака дальше, чем даже у Джина при разлете. Вы посмотрите, докуда она достает. Вы посмотрите, докуда долетает атака. Она просто жесткая, Джин бьет меньше Реально, я не говорю о том, что уже Пайпер бьет меньше А Джин, даже когда разлетается у патроны, меньше дистанции Это просто такая имба Я очень хочу играть в перезанании В бою я уже тестил ее с ботами Это просто такая машина для убийства Возможно, даже мы сегодня с вами затестим, но будет позже Повесили хп и улучшили атаку Раньше попасть было практически невозможно Теперь попадать я, мне кажется, сможет даже Не знаю, я кота посажу за свой планшет И он будет попадать, играя за Нани Это просто любимый перс автоатакеров станет Погнали дальше Третий бравлер, которого коснулись фиксы Это Динамайк Вроде бы ничего такого, но на самом деле Это тоже очень сильное изменение Смотрите, когда юзаешь гаджет Скорость бега у Динамайка тоже увеличивается Понимаете? Теперь во время использования гаджета Он, во-первых, двигается Во-вторых, его скорость движения увеличится И он может от кого-то даже убежать Примерно как Карл Только Карлу нужно использовать ульту А Динамайку просто включить гаджет И сваливать Причем бросая кучу-кучу-кучу гранат Ребята, это офигенное тоже изменение Я думаю, что самое незначительное изменение баланса Из этих всех бравлеров Это изменение Джина Потому что здесь всего лишь поменяли ХП Причем в меньшую сторону Джина немножко пофиксили На первом уровне у него было 3600 Теперь 3400 Я думаю, здесь ничего такого нет Поэтому переходим дальше А это, друзья, настоящая боль Потому что Джеки уже фиксят просто в 700 раз И ее снова пофиксили Причем еще жестче Во-первых, ей уменьшили здоровье на первом уровне С 5200 до 5000 Это первое Во-вторых, ей урезали гаджет Теперь скорость бега составляет не 30% скорости А всего лишь 20% Ну и вернули одно использование гаджета Раньше было 2%, теперь 3 раза Ну блин, опять пофиксили Опять пофиксили ХП Опять пофиксили гаджет Чтобы вы понимали В самом начале гаджет Когда только Джеки вышло Давал 38% скорости Понимаете? 38%, а сейчас 20% Сделали 30%, потом 20% Ну это очень жесткий фикс Мне жалко Джеки Ну, надеюсь, что на этом Хотя бы остановятся разрабы И дальше резать ее уже не будут Ну и следующий бравлер Которого коснулось очень жесткое изменение Это Спраут Его порезали А точнее его пассивку Теперь она работает только раз 5 секунд Смотрите, сейчас у нас большой взрыв Но через следующий атак Он становится маленьким И пока не заполнится полоса Так же как у Мортиса Он не получает следующий большой взрыв Ну, я думаю, что Спраута Немножко, скажем так, подфиксили Потому что он имба невероятная Ну и последнее изменение касается Мистера Пи Ему вообще заменили пассивку Теперь у него новая пассивка Называется Турникет Пав бою Роботы-носильщики Возражаются на 3 секунды быстрее Это намного полезнее Чем давать бесполезное ХП Для этих роботов-носильщиков Вот такие друзья У нас сегодня были сникпики Скоро будет еще больше Поэтому обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Жмите на колокольчики Чтобы не пропустить А на этом все С вами был Каксидор Обзи Увидимся в следующей серии Всем удачи И покедово Субтитры сделал DimaTorzok